Приветствую вас, мои дорогие! Я не займу долго вашего времени, это мое краткое предисловие. Это видео я решил записать, точнее я его не записываю, только предисловие. Это отрывок из моего полноценного видео на канале Христолюб Библии, чтение Библии и иных писаний, по книге Откровения, по шестой главе, о первых четырех печатях, кто знает о всадниках книги Апокалипсиса. Там часовой ролик, и я из него хотел, потом передумал, а вот теперь все равно из него вырезаю. Кто знает, кто не знает, я говорю, в Первую мировую войну, помимо самой войны по всему миру, была такая чума, так скажем, XX века, это испанка. Я не хотел отдельное видео записать, конечно же, я тогда это видео, вот я писал по книге Откровения, в рамках книги Откровения, нес там особую мысль, от нее умерло, ну, около 2% всей численности планеты, населения. А в книге Откровения у нас есть такие цифры, как треть человечества умерла, четвертая часть человечества умерла. Я показывал, что эти события еще не сбылись. Я все-таки решил вырезать, там час и 20 минут я посвятил на основании Википедии, статьи из Википедии, я и зачитал, поделился этой информацией. Поэтому, кто хочет, обратитесь, конечно, к оригинальному ролику, ссылку я обязательно дам и в подсказке, и в комментарии, и в описании к этому видео. Ну, а здесь я хотел его добавить в... В частности, на этом канале Христалю пропутили голоса, пьющего в пустыню, у меня есть плейлист «История событий знаменитой люди», и я хотел бы поэтому этот ролик все-таки обрезать, тот часовой, сделать его на 20 минут, ну, сейчас еще 5 минут предисловия, минут 25, но максимум 30 получится, и добавить его в этот плейлист. Я к нему, в принципе, буду еще не раз делать отсылку к этому видео, чтобы познакомиться с этим историческим событием, которое было в Первую мировую войну, с этой вот испанкой. Ну, а всем, кто хочет более, кого интересует тема последних времен, этих событий, то на канале Христалю по чтению Библии и иных писаний в разделе «Библия. Новый Завет» вы всегда найдете все книги, последовательно зачитанные по Новому Завету, собранные по плейлистам. Естественно, вы находите книгу «Откровения», сейчас там 23 ролика, она целиком зачитана, и вы уже непосредственно в ней найдете этот ролик, он идет шестой по списку, называется «Откровение Анны или Апокалипсис», глава 4 печати, 4 коня, ну и конь бледный. И я поэтому там просто много о чем говорил, и вот я вырезаю, поэтому у кого есть желание, пожалуйста, можете обратиться непосредственно. Но я рекомендую не только тот ролик, даже целиком посмотреть, а тогда уж всю книгу «Откровения» послушать. На этом у меня все. Дальше я смонтирую, сейчас вы увидите сам этот ролик, 20 минут, 22 минут, по-моему, где я буду об этой испанке рассказывать. Всем приятного будет мало, конечно, речь будет идти о чуме 20 века. Ну, тогда пожелаю вам назидательного просмотра, с которым, я думаю, все вы сделаете для себя необходимые для вашей жизни выводы. Сто лет назад была революция, была Первая мировая. Именно на ней я и хочу остановиться. Я вот такую картиночку сделал. И я вам говорил в прошлый раз, обмолвился, может быть, кто-то не знает, и кому-то интересно, но сам-то никто ничего ковыряться не будет, я для вас это с удовольствием делаю. Я хотел записать отдельный ролик, а потом подумал, что все-таки нет смысла, все надо связать. Мы с вами просто четвертую печать рассматриваем более подробно. И вот сто лет назад, во время Первой мировой войны, 1916-18 года, все думают, что это самое страшное событие того времени. Нет. Под конец этой войны была такая болезнь, как испанка. По сути, это простонародное название, а, так скажем, более профессиональное, медицинское, это испанский грипп. И то, там, профессиональное слово не смысле испанский, а грипп. И хоть его и назвали испанским, испанкой, но сами те, кто исследователи, и просто вроде как в Испании больше всего погибло, и некоторым кажется, что очаг оттуда пошел, но многие не согласны с этим. Вот я специально собрал такую картинку. И вот если в Первую мировую погибло 10 миллионов убитыми, убитыми, не считая там раненых и покалеченных и всяких, то от испанки погибло от 50 до 100 миллионов человек. Причем, если мировая война длилась, вернее, я, кстати, сказал, что 16-18, по-моему, с 14-го по 18-го считается, она общая шла. Ну, сейчас мы почитаем немножко об этом. Я особо не готовился, странички заготовил, сейчас вместе будем читать, я уж тоже все это забываю. При населении того времени планеты полтора миллиарда человек. Сейчас, кто знает, 7 миллиардов. Вот 100 лет назад на Земле было полтора миллиарда человек, и вот в эти годы Первой мировой войны, от мировой войны во время мировой войны погибло 100 миллионов человек. Ну, приблизительно. Я суммы специально сделал такими круглыми, чтобы было видно. А там, во-первых, эти-то данные, кто их может на самом деле посчитать? Ну, какие есть, конечно, много фиксировалось. То от испанки от 50 до 100. Там цифры очень сильно разнятся. Но этого достаточно, чтобы понять просто факт. И давайте с вами почитаем. Ну, можно начать, конечно, с мировой войны, со Второй мировой. Ну, вот таблица о Второй мировой войне. Вот население полтора миллиона, погибших солдат там 10 миллионов, мирных жителей миллион погиб. И то, я говорю, это лишь официальные данные, где как бы 100% проверены. Да? Вот. Ну, я говорю, там можно с 16-го, с 15-го, там ведь страны постепенно вступают. В принципе, это не важно. Ну, о Второй мировой я не так хотел говорить, а я хотел поговорить об испанке, о которой мало кто знает. Вот мы открываем с вами Википедию нашу, да, испанский грипп или испанка. Был, вероятнее всего, самый массовый пандемии гриппа за всю историю человечества и в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших. В 1918-1919 годах, это всего 18 месяцев, вы представляете, это полтора года. Во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек. или 30% населения планеты. Ну, потому что я вам то, что сказал, что данные за... Мне что, нравится, вы знаете, что это не какая-то древняя история, можно в эти байки не верить. Это реальность. Это наша с вами реальность. Это 100 лет назад, и как бы там что ни извращали. Кстати, есть свидетели, я вот только в новостях видел, показывали дедушку 115 лет, в 1898 году, по-моему, родился. Есть свидетели даже революции, которые дети были во время революции 905-го года, 907-го. И тот дедушка, кстати, был участником Первой мировой войны. Так что, почему я вам и беру не какие-то там византийские воины и болельщики, а специально взял недалекую историю, которой реально можно доверять, пусть со всеми искажениями, ложью и прочими вещами, ибо мир лежит во зле, и правит им князь мира. Сатана, да? 550 миллионов человек. Вам от цифры плохо не становится. Заражены были 550, треть населения планеты. Мы что-то читали на четвертой части Земли. Это даже меньше. Четверть – это меньше, чем треть. Треть – это больше. Ой, может, все-таки печать снята была, четвертая. Заражены. А там написано – умершвлены. Но цифра поражает. Умерла приблизительно. Ну, здесь в Википедии взяли крайние цифры, потому что разные исследования. Это же Википедия, это, так скажем, энциклопедия. Из разных источников разные данные. Они поэтому и взяли такой большой разброс, чтобы как бы указать крайние границы. От 50 до 100 миллионов человек. Или 2,7-5, ну, 100 миллионов – это 5%. 5%. И вот 5%, кстати, кто с математикой дружит, это 20-я часть. То есть мы то, что с вами читали, что четвертая печать, снятая Агнцем, закланным, как бы закланным, Иисусом Христом. Какая власть будет дана всаднику, имя которому смерть на бледном коне, за которым ад следует? Это будет ад. Четвертая часть человечества погибнет. Четвертая часть погибнет. Не заразиться. Погибнет. От меча, голода, мора и животных земных. Погибнет. Здесь погибло только 5%. Ну, пусть прибавим мировую войну. 10 миллионов – это еще, сколько получается? 1%. Это 6. И пусть все смерти, которые от всего подряд, кто даже от старости, даже если мы еще 5 накинем, даже если 5, 5,5 – это 10 будет. Это не четвертая часть. Это 10%. И то это я грубо взял. Очень грубо взял. Я считаю, что и 5% – это многовато. Все остальное даже взять. Потому что это нереального события масштаба, чтобы сотнями миллионов гибли в день. Мы будем сейчас читать с вами, тысячи умирали. Тысячи. Сотни тысяч. Умирали за месяцы. Я говорю, даже если мы к 5 еще 5 прибавим, это 10%. Это не четвертая часть населения Земли. Не четвертая. Более того, если внимательно читать, я сверял с греческими текстами, мы не читаем, что будет умирать от болезней. Написано, что четвертая часть Земли будет умершлена мечом, голодом, мором – это не болезни. Там, вот жалко, я, по-моему, не добавил, какое слово там было. Как же там было-то? Мор, в общем, это не болячка. Тут бы было, я вот жалко, слушайте, не добавил, теперь будем ковыряться. Ну, ладно. В общем, тут не написано от болезни, от эпидемии, как мы будем читать, кстати, именно вот при других вещах, при трубах, при чашах гнева, изливаемых на Землю, где люди будут вот именно изнемогать от болячек. Я вот жалко это слово, здесь мором написано, ну, понимаете, опять мор, то есть это не болячка, это вот слово ужасное, его даже, я сам его толком определил, не понимаю, а когда я в грецком читал, я увидел, вот забыл подправить просто, уж меня, простите. То есть мечом, голодом, там мор что-то близкое с голодом, рядом слово, то есть, ну, от какого-то конкретного, как это сказать-то. Ну, в общем, это не болячка. И зверями земными, то есть мы видим все, кроме даже как бы болячек. И от этого умрет четвертая часть людей. Читаем дальше. Что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди зараженных составила 10-20%. Вот от этих 500 миллионов летальный исход был 10-20%. То есть 10-я, 5-я часть, соответственно. Ну, потому что цифры от до, говорится. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны. И быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооруженный конфликт, конфликт, и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооруженный конфликт, Первую мировую, по масштабу жертв. Ну, мы с вами, я вам специально, кстати, привел цифры и смертей, и гибели во Вторую мировую войну. Там было убитых 10 из военных, и миллион считается мирных. Ну, конечно, эта цифра, возможно, больше. Да какая разница? Да даже если их сравнять. Почитаем еще. Это очень интересно. Картина болезни. Название «Испанка». В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов человек. Или 39, 39 процентов ее населения. А вот это уже интереснее. Это не 25 процентов, это не четвертая часть. А это, ну, к сожалению, 40 процентов красивого слова нету. Это... Что-то я сам туплю. Как правильно сказать-то? Так. 4 десятых. Нет, это есть как-то другое слово. Ну, ладно. Это 3 пятых, по-моему. Но это уже сложнее. 40 процентов. Четверть – это 25 процентов. То есть, это возможно. Раз одного, одной страны 40 процентов, значит, возможно, и все население 25 процентов. Просто сами цифры. Цифры могут быть ужасающие. 8 миллионов человек. В Испании-то всего, видите, было сколько там миллионов. Сейчас у нас в Москве 20 миллионов. А у них в Испании было. Ну, если 8, 8 и 8, 16, да, 20 миллионов. Если 8 миллионов – это 40 процентов, то 100 процентов – это 20 миллионов. Да 20 миллионов сейчас в Москве одной живет. Ну, со всеми приезжими, считается. По-моему, где-то такая цифра. Ну, я могу ошибаться, там, 15, 16, но все равно сравните. Ну, это все 100 лет назад, да. Заражено было. И опять же, это заражено, это не умерло, конечно. Но все равно, вы представляете, каждый, это каждый, не то, что второй человек, но это каждый третий человек. Так, грубо говоря, возьмем, потому что 33 процента была бы треть. Каждый третий человек больной. С летальным исходом, как мы узнаем, в принципе, за один день. Один-два дня человек умирает. Поэтому, в принципе, если ты увидел, что он заболел, и кашляет все это труп. Ходячий мертвец. Многие жертвы гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы 20-40 лет. Обычно высокому риску подвержены только дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми заболеваниями. В чем была фишка? Казалось бы, нам всем говорят, следите за своим здоровьем, поднимайте иммунитет, оберегайте себя, калейте в себя антибиотики, которые антижизнь, то-то, то-то, глотайте таблетки, лишь бы был иммунитет, ну, хорошо. Или ты не будешь глотать, ты будешь на здоровом питании, такой здоровый бычок. А умирали в основном 20-40 лет люди с крепким, сильным здоровьем, с крепким иммунитетом. А наоборот, люди вроде бы, казалось бы, как всегда, подвержены риску, старые, пожилые, дети, беременные женщины, чем-то другим больные люди, да, наоборот. Симптомы болезни, я просто хочу, ну, или давайте сразу, то есть, я там немножко в других местах поизучал, посмотрел некоторые статьи, документы, видео, то есть, умирали именно здоровые, и умирали, если заболевали вот все, как бы, да, умирали в основном вот эти вот, и умирали за один день. А старые, и вот эта вся другая группа людей, наоборот, вроде бы подверженных, наоборот, либо дольше жили в болезни, или выздоравливали даже, да, а сильные люди умирали, а почему? А потому что этот иммунитет способствовал этой болезни, она наоборот, вот так быстро что-то там прожигал, и легкие вот это, они кровью плевались, кто может еще посмотреть, я сейчас сколько скажу, столько скажу, кто хочет, может про испанку поисследовать побольше. И легкие наполнялись кровью, и все, человек, естественно, захлебывал собственной кровью, естественно, когда они лежали на койке, можно посмотреть съемки, даже документальные съемки, помню, ведь в 18-м году уже была видеокамера, кто видел, там же есть съемки, вообще, архивы, есть как и люди, это кровью плюются, то есть все это есть, и люди захлебываются, ну потому что легкие, чтобы дышать, там воздух должен быть, туда жидкость попадала, мало того, что кровь, по-моему, прожигались стенки легкого, эта болячка разъедала, вот, так что вот так вот, наоборот, здоровенькие помирали, помирали моментально, буквально за день развивалась болезнь, с утра закашлял, вечером уже хоронили, симптомы болезни, синий цвет лица, цианоз, псимония, кровавый, кровавый кашель, на более поздних стадиях болезни, вирус вызывал внутрилегочное кровотечение, в результате которого больной захлебывал собственной кровью, но в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов, некоторые зараженные умирали на следующий день после заражения, все, ну, я сказал утром-вечером, какая разница, вечером заболел, утром умер, наиболее вероятно, что основной причиной высокой смертности, была вызвана вирусом гиперцитокинемия, приводившая к быстрому разрушению воспалительных тканей, легких заполнению последних жидкостей, что также объясняет молниеносность и крайне высокую летальность заболевания именно среди молодых больных с крепким развитым иммунитетом, но вот если вот этот абзац, я говорю, поисследовать, что такое гипер, я не силен в этом, поэтому я сейчас, я почему-то далеко не лезу, потому что для меня будет тяжело эти медицинские термины, то есть, короче, твой иммунитет и твое здоровье, какие-то там внутри нас, я этим не увлекаюсь, мне это неинтересно, но, естественно, к болячке, они, наоборот, усиливали ее действие, вот и все, смысл как бы такой, поэтому у людей сильных, здоровых и молодых, болезнь моментально развивалась, наоборот, ну, кто видел, если у тебя где-то навоз, ты какую-то землю, одно время там лежал навоз, или что-нибудь, короче, удобренная земля, и неудобренная, разница, как растет растение, огромная, на навозе, а кто рассаду выращивал дом, тот прекрасно знает, будешь ли ты ее из своей земли с огорода, что-то там выращивать, или ты купишь землю покупную такую, там, с полным набором всего, да там, как на, после грибы, после дождя растет, то же самое, вот это распространение, и вирус, развивался на стенке легких, или так далее, свое название грипп приобрел из-за того, что Испания первой испытала сильную вспышку этой болезни, то есть, вот как бы поэтому такое название, по другим источникам, место появления ее точно установить пока невозможно, но, скорее всего, Испания не была первичным эпидемическим очагом, согласно одной из версий, первый случай заболевания испанкой был зарегистрирован в США, в 1918 году, название испанка появилось случайно, так как военная цензура борющихся сторон во время Первой мировой войны, не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии, то первые звезды они появились в печати в мае, в июне, в 1918 году в нейтральной Испании, ну, короче, смысл в том, что походу вообще она с Америки пришла, ведь в Первую мировую тоже поставлялись войска, войска на европейские континенты, оружие, еда, и просто у нас же все скрытно, у нас же везде железные занавесы, и где бы это ни началось, все скрывалось, вот, а Испания, как нейтральная страна, об этом первым забило тревогу, когда это началось, вот и все, поэтому и такое название, все почему-то кажется, что корни оттуда растят, давайте подчиняем распространение масштаба смертности, вследствие технического прогресса, поезда, дирижабли, скоростные корабли, болезнь распространилась очень быстро по всей планете, в некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино, иногда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины, заказы исполняли на улице, в некоторых странах был введен военный режим, в одном из городов США были запрещены рукопожатия, единственным населенным местом, который не подвелся с пандемией, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии, в Кэпитауне машинист поезда заявил о смерти шести пассажиров на участке всего 5 километров, в Барселоне ежедневно умирали 1200 человек, в день 1200 человек, а в Кейптауне машинист поезда заявил о смерти шести пассажиров на участке в 5 километров, Каждый километр умирал человек в поезде, а в Барселоне, в Испании, умирало 1200 человек ежедневно. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. Даже могильщиков не оставалось для того, чтобы похоронить умерших. Выкапывали массовые могилы, используя при этом паровой экскаватор. Людей хранили десятками безгроба и отпеваний. За первые 25 недель. Первые 25 недель. 25 на 4, 6 на 4, 24. Это полгода. За первые полгода гриб убил 25 миллионов человек. За полгода. За полтора года. Вот цифры, соответственно, как говорят, от 50 до 100. Массовое перемещение войск, стран-участниц Первой мировой войны, привело к ускорению и распространению гриппа. Ну и тут вот данные по всем странам. Почему я говорю эти цифры? Ну, общий итог по приведенным таблицам. От Испанки погибло 40 миллионов человек. То составляет 2,3% населения планеты. Итоговая цифра не точна, так как не включая в себя некоторые страны. Также по некоторым странам точно число погибших установить крайне затруднительно. Поэтому там очень разные данные, как всегда. Да и по любым репрессиям, по этим войнам, конечно же. Но они сами написали только что-что от 50 до 100. Это просто эту таблицу суммировали и тоже написали. Да, одна эта цифра ужасает, да? Короче, так. Ну и все. Что я хочу сказать? Возвращаемся к нашим делам. Кстати, и никто ее не победил. Она просто исчезла. Она просто, грипп мутирует всегда, кто знает, и занимался. Даже современный. Поэтому все эти антибиотики бессмысленно в себя колоть. Грипп каждый год мутирует. Все эти прививки бессмысленны. Грипп мутирует ежегодно. Ежегодно. Поэтому люди в себя колют еще всякую ерунду. Пьют всякую ерунду. И все равно так же болеют 7-10 дней, пока организм не поборет. Или умрет. Потому что многие от гриппа, кстати, тоже умирают. Но ты хоть обкались. Грипп мутирует каждый год. И через полтора года, ну, это опять же с медицинской точки зрения. А кто знает, я верю в живого Бога, Творца неба и земли. И все, что на них. И в воде, и под водой. И в глубинах земли. Бог просто все это меняет. Вот и все. Через полтора года суды Господней закончились. Ибо чаша гнева была перепольна. Люди творят зло во всякое время. Смогли люди победить ее? Нет. Есть у нас лекарства от чего-нибудь? Нет. Люди мерли, как мухи. Как мухи. И никто ничего сделать не мог. Просто хоронили. Если было кому. И было куда. Все. Паровым трактором копали. Ну, сейчас у нас техника развита. Сейчас мы и четверть планет населения спокойненько закопаем. Ну, если кому будет тракторами управлять. А то все трактористы помрут. Продолжение следует.